В той точке мироздания Земли Выбору путь ко Христу Он должен держать эту оборону Он должен держать эту точку в свете Начинается Страстная Седмица Время нашего сопровождения Христа в его крестном пути Предательстве, распятие, погребение Сегодня мы хотим поговорить о страдании в этой связи Что такое страдание, зачем оно, есть ли в нем какой-то смысл или нет Как сочетается наша боль и любовь Бога к нам И много других непростых вопросов Вечных отчасти, но тем не менее Христианство же это кусочек вечности Поэтому мы надеемся, что мы сможем получить на них ответы С помощью наших дорогих гостей Отца Владимира Архипова и отца Валерия Духанина Здравствуйте Спасибо, что пришли Здравствуйте Отец Валерий, как вы понимаете, что такое страдание? Ох, такой прям сразу вроде бы простой ответ, да Но у каждого свои на самом деле страдания, свое ощущение, свое переживание этого Да, но для меня, конечно, страдание может быть иногда это как некое такое потрясение вообще Некое потрясение, потому что что может быть кажется для одного человека страданием, да, он это и не воспринимает Вот, ну, некоторых людей, например, ему скажи, вот, человеку, вот, с утра до вечера сиди за книгами Читай, погрузись туда, и он скажет, ой, как это скучно, для меня это такая мука А мне наоборот, вот я очень люблю книги читать, погружаться в это, для меня это не страдание Другое дело, когда уже боль, которая вторгается в твою душу, да Когда особенно случается что-то с близкими тебе людьми И ты вроде бы не можешь никак на это повлиять Ты в каком-то смысле чувствуешь свою беспомощность, человеческую беспомощность Ну, для нас-то верующих всегда есть выход, всегда есть, потому что есть Господь, который не только над нами, но и рядом с нами То есть страдание — это какое-то потрясение? Да, потрясение, когда ты как бы вот выпадаешь из естественного ритма жизни Ну, вот, как бы привычный был ритм, да Ну, просто вот даже автомобиль едет, едет, вдруг раз, колесо лопнуло, там, ты уже на обочине И поначалу не знаешь, что делать А то же самое и в нашей обычной жизни Что-то выводит тебя из привычного ритма Потрясает тебя Причиняет боль У тебя внутри недоумение, растерянность А может быть, даже ты скажешь Что я вообще брошен, оставлен Богом То есть такое переживание некого одиночества внутреннего Что как будто ты в этой ситуации оказался абсолютно один И никто тебе помочь не может То есть вот оно, подлинное переживание Ну, такое психологическое, что ли Эмоциональное переживание, страдание Что ты как будто оставлен один И никто тебе не может помочь Страдание, оно страшно не потому, что какие-то испытания случились А не у всех случаются А именно из-за того, что человек как бы проваливается Как в некую пропасть В ощущение своего одиночества, оставленности Отец Владимир, как вы понимаете, страдание – это что? Я думаю, это встреча с непредвиденным обстоятельствами Внешними или внутренними Когда твоих сил, моих сил Недостаточно для того, чтобы справиться с ситуацией Ответить на вопрос себе Для того, чтобы не быть раздавленными обстоятельствами Внешними, материальными, болезнью Материальными Буря началась И она может продолжаться длительное время Если я боюсь шума, грома, грозы Я могу оказаться в некотором смущенном состоянии Но на самом деле для меня более существенно Страдания внутренние, которые посещают человека Неудовлетворенность собой Неспособность выйти на тот уровень Который планируешь или ожидаешь от себя Страдания Бывают страдания, которые я очень хорошо понимаю Кострадания неразделенной любви Страдания Я думаю, что для нас, священников Существенным страданием Является Беспомощность И бессилие Достучаться до Людей Которые ищут Казавозу Бога Ты им предлагаешь его Эту встречу с Богом Которого они Бога как Смысл жизни Как поиск смысла жизни Как поиск истины Но Не можешь достучаться И страдания от того, что ты бессилен Да, в чем причины страдания вообще То есть Как бы это Такой неотъемлемый элемент, что ли Или фактор нашего существования Вот как-то без этого нельзя было Мы же созданы Богом, любящим Да хотелось бы без этого Без этого очень хотелось бы Но что-то не получается Я даже вам так скажу Что если человек будет жить как ангел Чисто и правильно Он все равно будет страдать Почему? Даже просто Видя, что другие Губят себя Понимаете И сострадание к ним Он тоже будет страдать То есть Наш мир Который однажды Впустил в себя Зло Ну, понятно Когда грехопадение Совершили То он уже По закону страдания Живет Хочешь или не хочешь Будешь уже страдать Ну Вот я Такой образ иногда привожу Что, допустим Вот человек Он даже, может быть, еще Не очень Такой Рассудитель Ну, вот в лесу, допустим Протянул руку ты к змее Да И она тебя вот ужалила И потом Сожалеешь ты об этом Или не сожалеешь Лечишься Или, наоборот, отказался от лечения Яд он начинает действовать И он причиняет Какие-то тебе Муки Страдания И вот так в целом Наш мир Когда люди протянули Руку к запретному плоду А на самом деле Они Руку протянули К лукавому змею То он ужалил Человеческий рот Человеческое естество И он впустил туда Яд свой И Вот эта вот отрава Да Дисбаланс Вот этот внутренний Как бы некая болезнь Которая поразила человечество И Из-за того, что Зло вторглось в мир Яд Греха И зла Он отравляет И он причиняет страдания Ну, почему грех Так оказался Тотален Ну, вот создан Прекрасное существо Богом Человек Типа существо Способное к творчеству К любви Там, да И так далее Ну, как я понимаю Не созданное для страдания А для чего-то другого Почему Зло Которое Вот этот яд Который Я думаю, что Из причин Из причин того, что Нас Страдания Таким образом Захватывает Неживание Человека Независимо от того Крещеный, некрещенный Верующий Нет Неживание Воспринимать Мир Адекватно Трезво тому Какой он есть Ведь большинство людей Мечтают О жизни Беспроблемной О жизни Легкой О жизни Счастливой Забывая о том Что Реальность Не позволяет Иметь такую жизнь Почему Почему Что это Потому что К сожалению Все люди Хотя и имеют Образ Создателя Но кроме этого Почему-то у нас Страстное тяготение К сфере Вот той Которой говорил Отец Валерий К тому К той Змее Которая шипит С одной стороны Мы ее боимся А с другой стороны Нас почему-то Притягивает И тянет Вот эта сфера Темная И сфера Искаженная И сфера Извращенная Почему так Потому что Мы К сожалению Все имеем Вот это Нарушенное Гармонию Нашего сердца Скажем так Мы Обрели В результате Катастрофы Такой Духовной Всемирной Потеряли Чувство Вкусность Так можно сказать Грехопадение Вы имеете ввиду Ну да Да Но я не говорю Все время об этом В этой терминологии Чтобы людей Не пугать Потому что Каждый человек Боится этого слова С одной стороны Зацикливается Сосредотачивается На этом понятии И сущности Вот С другой стороны Боится Поэтому Можно Сказать О грехе Немножко По-другому Чтобы Понять Что проблема Которая Нас всех Душит Тревожит Проблема Страдания Она Коренится Внутри нас От Первого Неадекватного Видения Мира Если я буду Неадекватно Относиться К людям И думать Что Они все Ангелы И если я буду Забывать Что они Такие же Слабые Как и я Если я Забуду Что человек Так же Беспомощен И хочет Так же Как и я Хочет любви Ласки Добра Я буду К нему подходить С таким Пониманием То я Все время Буду оказываться В недоумении И буду страдать От того От непонимания От недопонимания То есть нужно Принять Что мир Ужасен Мрачен Люди Чудовище Способны на все И тогда Мы будем Меньше страдать Потому что Мы будем готовы К этой реальности Ну вы Слишком такую Жуткую картину Люди Совсем Конечно Не чудовище Но 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 иногда Допускает в себя Нечто чудовищное И потом Сами от этого Мучаются Да Сами мучаются Это вот Как сказка Ви Помните Он Ой господи Это Ви Совсем Как раз Из сферы Интернальных Таких сил А Аленький цветочек Где как Заколдованное существо Которое пугало Пугало Вот эту Дочку Купца Да А на самом деле Это был Ну прекрасный Принц какой-то То есть иногда Мы воспринимаем Слишком Воспринимаем Как чудовищ Других людей Тогда как Увидеть в них Что-то прекрасное Помогает Любовь И тогда Уже совсем Другая картина Но Вы согласны Что нужно более адекватно Относиться к миру Вот как сказал Отец Владимир Нужно Нужно да Трезво Смотреть Принимать Я с этим Полностью согласен И каков Этот мир Тогда То есть они Не чудовища И не святые А кто И что И как правильно Относиться к миру Вы имеете ввиду Вообще людей Да И в целом Потому что тут же И всякие катаклизмы Катастрофы Не важно Там добрый Злой человек Наводнение происходит К этому мы придем Мы поговорим А в плане людей Нужно понимать Что в каждом человеке Есть нечто От рая От чистоты И тоска на самом деле Каждый человек Он тоскует По чистой любви По искренней дружбе Он Боится предательства Даже если он сам предает Он все-таки боится предательства У него в душе заложен Поиск чего-то Высокого Можно я сразу Вы меня просто простите Что я сперебиваю Но вот Не поймите меня неправильно Но я сразу хочу спросить Вот когда я слышу Как бы от христиан Да в каждом человеке Заложено стремление к высокому Вот точно в каждом Вот в Гитлере заложено Вот в террористах сейчас Которые в Крокусе Сказать Расстреляют То есть в них тоже это есть Вы знаете Вот У Гитлера Если посмотреть Он же был художником И посмотреть его Картины Там есть Просто вот посмотришь Удивляешься Неужели это Гитлер Образ Божьей Матери С младенцем С богомладенцем Настолько вот он Добрый Ласковый Когда в ранние годы Он написал А помните Был такой вот Художественный фильм Иди и смотри По-моему Да Где Подросток Вот он Видит все эти ужасы войны Да И в конце Когда Уже там Значит Вот он как бы От этого Избавляется Из плена Там И наше уже В наступление переходит И он видит Альбом с фотографиями На земле Немецкий альбом И там как раз Фотографии Гитлера Маленького Нет Вначале он там Значит Уже взрослый Да То есть Со старшего И вниз Вниз-вниз Подальше К младшему возрасту И он начинает Расстреливать фотографии Одну за другой Где Гитлер Значит Вот он уже там Фюрер За ним Толпы людей идут Он расстреливает Потом там Еще до этого Какая-то Тоже расстреливает Потом как он агитирует Людей за свои идеи Тоже расстреливает И вот так идет Все вниз-вниз-вниз И вдруг он видит Как Гитлер Младенец На руках матери И он не решается Стрелять То есть Даже видев Все эти ужасы войны Он вдруг Невольно признает Что и в этом Младенце Тоже было заложено Что-то доброе Но в какой-то момент Он избрал для себя Иной путь То есть да Есть что-то от рая Но есть и от ада А вот что изберет человек То он действительно Может стать чудовищем Но вы Вот свой жизненный опыт Вы с сотнями людей Общаясь Может быть больше Вы подтверждаете Что каждый человек Ну я вам даже Ну тоже Как некая Даже может быть Исповедь такая Скажу Что я на самом деле Очень ранимо реагирую Когда Слышу про какие-то Несправедливости Ну допустим Как Где-то там Представители Каких-то диаспор Вот они Избили там Девушку Или еще кого-то И вот у меня Сразу Как внутреннее Такое негодование И Вот даже Такое желание Какого-то возмездия Но Потом ты Приходишь В храм И к тебе приходит На исповедь человек Который вдруг Рассказывает Как он Напился Да И вот В пьяном Таком этом Он там Какого-то встречного Избил Но он пришел С покаянием Понимаете И Когда вот ты Именно Находишься Внутри Таинства Церковного На исповедь То Эмоции Они все в стороне И твои личные Вот эти Да И Тут перед тобой Пришел вот этот человек Который Ну как благоразумный Разбойник Понимаете Тот самый благоразумный Разбойник Который справа От креста Переживал О своих поступках И он и плачет И раскаивается И Вот как здесь То есть Ты видишь Что уже В нем Просыпается Что-то Подлинное А та злоба В которую он Впадал Это было Его неподлинное Состояние Он становился Фальшивым Человеком Повреждая Мучей Самого себя А вот в этом Покаянии В нем Пробуждается Что-то Подлинное И в конечном Итоге Вот Ты как священник Даже больше Радуешься Вот именно Таким людям Что они пришли Нежели тем Которые не впадали В какие-то Грехи Да И может быть Не нуждались В таком Глубоком Покаянии То есть Вы уверены Вот даже Представители диаспоры Даже вот эти террористы То есть точно Образ Божий В каждом И каждый В нем есть Стремление к свету В каждом Есть что-то от рая Абсолютно В каждом человеке В каждом Отец Владимир Я так согласен Абсолютно С отцом Валерием Я думаю Что одна из задач Не только священников Но и каждого Внимательного человека Пробудить Проинициировать Открытие Вот этого Лучшего Светого Образа В человеке И этот Образ Просыпается Если Подойти К человеку Забыв О себе А Вникнув В человека Ну извините За банальность Если Если имеешь Возможность Мы тоже Мы тоже Люди Росточком И этот Росточек Проявляется Таким образом Что Человек Может быть Он не плачет Но его Тон И его Жест Говорит о том Что в этот момент В это мгновение Он искренен Он хочет Вернуться В рай И в этот момент Ты как Свидетель Ощущаешь Праздничное Настроение Праздник Отец Владимир Ну почему я привожу В пример Вот допустим Этих террористов Которые все Видели Их кадры Как они выглядят И так далее Потому что Ну для нас Как-то мы смотрим И вообще Ну видим Что Ну вызывает И ужас Их состояние Какое-то И так далее То есть В таком состоянии Уже до человека Нельзя достучаться Когда он совершил Невероятное преступление Невероятной жестокости И вы Глядя на эти фотографии Этих людей Вы видите В них Христа тоже И неужели И до них Как-то можно достучаться Ну может быть Я не такой Просвещенный Просветленный Чтобы в каждом Видеть Но на самом деле Я убежден в этом Я чувствую это И я не знаю Какие бы я испытывал Чувства В виде Убийцу Террориста Наверное Это было Что-то близко К тому Что говорит Отец Валерий Но Сомнений в том Что и в нем Образ Божий Пусть заваленный Закрашенный Забитый Запачканный Но то Что оно есть Нет никаких сомнений Почему Это произошло Что сыграл образ Другой Дьявольский Но это тоже Достаточно Очевидно Мы можем Посмотреть Что происходит Во время Вокруг Где он живет В обстановке Где он живет Что происходит В то время Какие Ну соответственно Все банально Воспитатели Родители Обстановка Телевизор Газеты Мозги Тут имеют Значение И мозги Имеют Но Трудно сказать Что В приоритете В этой ситуации Но я думаю Я не знаю Как поддержит Меня отец Валерий Нет Я лично Чувствую Если говорить О христианах Что мы Ответственны За это Мы Ответственны За то Что в той Точке Паванеты В той Точке Мироздания Земли Где Находится Христианин Он должен Быть Точкой Света Точка Разума Хотя бы Весь мир Будет Во тьме Весь мир Будет Взрываться Но Тот Кто уже Выбрал Путь Ко Христу Простите Он Он должен Держать Эту Оборону Он должен Держать Эту Точку В свете Это Такова Ответ И между прочим Как вы скажете Какое это Методотношение К тем Событиям Которые Происходят В мире Насилие Убийство Терроризм Да Мы не сможем Нейтрализовать Все эти события Но там Где ты За что Ты отвечаешь По мере Возможности Ты Сейчас Потому что Потому что Есть верность Христу Вот собственно Я просто хотел Опять же Я не знаю Насколько вам Вы могли бы Это себе представить И нужно ли Это просто Потому что Это те Размышления Которые там Близки моему сердцу Например Но вот в конкретной ситуации Если бы у вас Была возможность С этими террористами Заключенными Поговорить Вы бы Им нашли Что сказать Мне кажется Да Ну что бы Например Понимаете Посадить его сюда Я с ним поговорю Нет Не здесь Мы дойдем В отдельную комнату Чтобы мы один на один Поговорили Я думаю Что можно поговорить Понимаете Это примерно Ну не примерно Но по степени тяжести Близко Когда приходишь В больнице В онкологическую больницу К умирающему ребенку Плачущая Рыдающая мать Ребенок Который уже На последней стадии Болезни Я к ним ходил Пятнадцать с лишним лет В детскую онкологическую больницу Каково Что можно сказать Какие-то Заученные фразы Вот Молись Бог тебе поможет Что ему сказать Когда У него глаза В ожидании Страха Беспомощности А мать кусает руки И говорит Где же твой Бог Где же ваш Бог Что тут можно сказать И однако Когда оказываешься С ним Один на один Когда забываешь О том Что ты пришел Учить его жить Или учить Как преодолеть страдания Знаете Ну Я может быть Дерзаю сказать Но открывается Язык И сердце начинает Что-то говорить И сам чувствуя Что ты не врешь Понимаете Это очень непростая ситуация Тяжело болящему Страдающему Умирающему Загнанному в угол человека Сказать нечто Чтобы он поверил тебе И ты сам себе поверил И на основании этого Я думаю Что наверное Можно было бы поговорить С этими людьми Ну потому что Они тоже люди Они тоже человеки И созданы тем же Богом И от меня зависит В какой степени Я доверяю Своему Богу В какой степени Я могу его слышать Забыв о себе И тогда Он через меня Нечто скажет Этому человеку Ну да Есть просто сейчас Мнение И среди христиан Тоже Что нужно не говорить А там смертная казнь Условно говоря По отношению к ним Но Ну потому что Смысл Надо вот сказать А вы бы нашли Что сказать этим людям Ну я полностью С отцом Владимиром Согласен И конечно же Есть что сказать На самом деле Но они вот мусульмане Ну как это То есть они не христиане То есть что Не ну все равно Это же Божие Чадо Но заблудившиеся Которые Попытались стать Врагами божиими Вот и все А на самом деле Вот этот поступок Это Как вам сказать Это вот Такая наглядная Наглядная демонстрация Очень ярко Масштабно проведенная Того что происходит В любом грехопадении В любом То есть Человек В минуту упоения Он думает Что вот Я могу сам все вершить Да Я сам себе хозяин Я вообще Как божество какое-то Могу вершить Там жизни других людей Да Где-то Это просто вот Деспот Он внутри семьи Он себя так проявляет Понимаете Где-то Он деспот Он на работе Там С подчиненными Так себя ведет А здесь это вот В таком Гипертрофированном Масштабе Вырвало снаружи Это лицо вообще Человеческая гордыня И к чему приводит Это что Я могу вершить Судьбу других людей А потом Опять-таки Что Вот как там Ну Люди соблазнились В раю Да Вот Вы будете как боги А потом что Увидели что Наги Наги беспомощные Ничего сами не могут Так же и эти террористы Они увидели Что они беспомощные Что они жалки И уже Давно Все они там Раскаиваются Думают Зачем мы все это сделали Потому что Послушались дьявола Вот и все А есть что им сказать? Есть Но эта беседа Вы сейчас ожидали Что я скажу Какие-то слова Они понимаете Эта беседа Только один на один Она не для демонстрации И отклик сердца Человеческого Он всегда есть Я просто ходил В тюрьму В свое время Я еще был даже Студентом Академии Московской Духовной Академии И там видел Разных И те Кто убийство совершали И они по-разному Все Реагировали То есть были те Которые очень Цинично Относились И даже Вот он Зачитывает Ну ему давали До суда дело Чтобы он ознакомился Он зачитывал Что там было Переломано У человека На которого они напали Вот И с такой улыбочкой Зачитывал Так что даже Другие сидевшие С ним Они Смотрели на него С непониманием И ему дали Самый маленький срок Вот этому То есть это О несправедливости Справедливость Несправедливость Страдание Возмездие В нашей жизни Это не получится В земной жизни Не получится А были те Повторю Которые Как раз Раскаивались Что И тот Кто раскаивался Он получил Больший срок Вот что Понимаете То есть Чисто Страдание Которые Нам подходящие Страдание Задавали Возникали Которому Это естественно Страдание Ну в этом Мы все знаем Своего Истинь Связь Там просто Это геометрия Это что-то Это дьяволь Страдание Как такового Значит Ты должен быть Освобожден Тем более Если ты осчастливил Бога Крестился И пришел В церковь Бог должен Аплодировать Тебе И он тебе все Обязан И вдруг Страдание Если повернуть Картину мира То тогда Страдание Легче пережить Из него Можно выйти С прибылью А не с поражением Вот что я хотел Подчеркнуть Они уже перестают Быть страданием Перестают быть мучением А только Шаги На твоем Жизненном пути И даже может быть Как восхождение К Богу Ну вот кстати Отец Владимир сказал Про Крестился И тебе Бог Должен аплодировать Но ведь на самом деле Мы выяснили Что причина страдания Это все-таки Грехопадение Человек для страдания Не создан Не создан Вряд ли Это запланировано Как бы Богом Но вот это случилось Грехопадение И Человек приходит в церковь Он крестится То есть он говорит Я понял Все я понял Как бы грешен Я хочу измениться Я хочу к тебе Я хочу быть с тобой И креститься Почему вот В щелчок У него не происходит Отмены всех страданий Потому что Видите Отец Валерий Это же могло быть Представляете Каким примером Для мира Какая проповедь На нас смотрят И говорят Смотрите Так если мы станем Христианами То вот Вот она Благодать Божия Вот как мы Преобразимся И так далее Знаете В 90-е годы Когда Вседозволенность Такая свобода И в литературе Там тоже много писалось Разных самых Не очень Высокого уровня Произведений Там описывается Как один Молодой А он Спортсмен Баскетболист Крестился И приходит Кидает Мячи И все они Сразу в кольцо Все сразу в кольцо Понимаете Ну представьте Какой урок Для всех И тут же Валом Все пойдут Креститься Ну понимаете Это очень примитивно Очень Так А Чего нас лишает Собственно говоря Ну вот я Там допустим Заболел Простудился Оно в глобальном смысле Меня ничего не лишает И Никакого мне Досаждения внутреннего Не причиняет То есть И вот если я Бога утрачу Да Вот это действительно Скорбь и страдания Это мука А вот эти-то Кратковременные Какие-то Ну а почему Если выяснили Что причина грех Ну вот человек пришел в церковь Все Да Все Грехи все омываются В купели крещения Представьте Что Вот город стоял Да Окружен стенами Да И его захватил враг То есть враг внутри Вот это и есть Тот грех Который вторгся в человека И вот этот враг Он как террорист Он ведет себя Соответственным образом То есть Издевается над жителями Там Все рушит Разоряет И это То что с нашей душой происходит Когда Грех вторгся вообще В человека Он разрушает Наше естество изнутри И вот потом Представьте Что приходит Ну таким может быть Старым языком Скажу Царь Которому По праву Должен принадлежать Этот город И он выгоняет Этих террористов Из города Да Он вошел в этот город Но город остается Разрушенным Понимаете И дальше уже Путь длительного Восстановления Этого города Вот то же самое Происходит в крещении Что грех Изгоняется Первородный грех Изгоняется Но Разрушение Нашего естества Еще остается И его нужно восстанавливать Мы исцеляем свое естество Вкупили крещение От греха Который Душу нашу губил Исцеление происходит Исцеление происходит Но когда мы Выходим Мы прекрасно понимаем Что мы еще немощные Да У нас И ум наш неустойчивый И снова возвращаемся к греху Да Ну как Значит крещение не работает 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 Открылись врата К истине Вот Нам нужно теперь идти Тем более Что я хочу добавить К словам Отца Валерия Не только этот город И внутри враг А грех Искажает Мои мозги Грех Извращает Мое сердце Грех Делает меня Настолько Кривым Искаженным Что я Всю картину мира Виду извращенно Вот Если говорить Какая связь Между грехом И страданием Почему В купеле Все не меняется Радикально Почему мы не можем Как пример Христианам Вы бы не Ну Согласитесь Как бы это круто Подействовало На людей Как проповедь Это подействовало Но Господь Давно сказал И давно Он нам все открыл Он не лишает Свободы человека Крестина Хорошо Хочешь за мной идти Да Я благословляю тебя И освобождаю тебя От последствий Первородного греха Адама Но теперь Ты должен идти А я иду И снова Окунаюсь В эту грязь Почему не происходит Такого чуда О котором вы хотите Вот Но тогда значит Господь должен был Изменить себя Он сказал Я вам дам Волшебную Ключик Вот Называется крещение Пройдите все Через него Вот И вы войдете Сразу в царство божие И вы войдете Вернетесь в рай Вот Он тогда бы Изменил Смому себе Он так в Евангелии говорит Кто рожден От воды и духа То что То тот начинает Путь ко Христу А если я от него Отвернулся Если к нему не пошел Ну я оказался Снова Ну хорошо Мне еще больше Осуждения будет С меня еще больше Спрос будет То есть крещение Не дает нам Каких-то особых сил Божественных Которые помогут Избавиться нам И от страдания Оно дает Радость Открытой двери Оно дает Радость Вхождение В Христову Семью Общину Если человек идет Простите Отец Валерий Тоже прекрасно знает Наверное 90% Идут креститься Не для этого Они идут Именно креститься Для того О чем вы говорите Чтобы дети Не болели Получали пятерки Лучше спали Лучше там Какали Понимаете Вот для чего Идут Обычно Но Господь Не фантазер Значит просто Да Таких людей Наверное В принципе Мы не имеем Права крестить Поэтому Ну не для того Не предназначен Само крещение Само событие Таинство Оно не Лишает Секосвободы Оно Открывает Его Его свободу Для того Чтобы он Начал Путь Свой Самостоятельный Но это Не является Волшебством Это Действительно Но иначе Вы предлагаете Чтобы Господь Человек Простите После крещения Стал неким Роботом Нет Просто это логично Нам говорят Страдание В результате греха Понятно Весь мир Не идет креститься И окей Все страдают Грешат Всем плохо Но мы то выбрали Быть с Богом Значит у нас должно Вот так это все работать И отпадать Этот багаж Греха И страданий И мы уже должны быть здесь Хорошо Как на иконах Хорошо Хочет этот человек Сразу после купеля Умереть Может быть так Вот предположим Он крестился так Грехи сняли Он освободился И в этот момент Тут же его похоронить Кто на это пойдет Кстати почему Странно Если мы хотим быть с Богом Значит пошли креститься И сразу в рай Нет Что Хорошая участь нет Если Будет То чудо Которым Вы мечтаете Понимаете Но я бы хотел Насладиться Путем К Иисусу Я бы хотел Возрадоваться Этой дорогой К нему Всю жизнь Я бы не хотел Сразу бы умереть Вот я бы хотел Сначала встретить его Ну хорошо На самом деле Таинство крещения Оно уже Содержит в себе Все Вот это богатство Духовных даров Я просто в себя Вспоминаю Я же с детства Был на самом деле Неверующим И некрещенным А когда мы пошли Вот мне было 13 лет До этого мы все Отказывались Я даже говорил Что ну бога вообще Вот нет Я не верю Я же не вижу его нигде Вот где бог Если я его не вижу Вот А где Ну сейчас Сейчас узнаем Где значит Слушайте Вот И В 88-й год Это вспоминали Тысячелетие Крещения Руси И вот видимо Какие-то слова Которые Доходили уже до меня Там Передачи какие-то И в 89-м году Пошли С сестрами Креститься Вот Ну и Представьте себе Что Заводят нас Вот в это помещение Крестильное При храме Я не понимал Ни одного Слова священника Он и произносил Еще очень невнятно И не особо Нам внимание Та же выделял То есть обычно Вот Такие требования Сейчас Вот чтобы священник Он и то и все Ни одного слова Очень невнятно Произносил К нам не особо Может быть даже Был расположен Но вдруг Вот хотите Верьте Хотите нет Во время крещения У меня Вот прям как Четкое Ясное Ощущение Присутствия Божия Света Радости Любви И такое ощущение Что изнутри Вот из сердца Всю грязь Вот как будто Кто-то вынул Выбросил наружу И тут же Свобода внутри засияла И четкое ощущение Что Господь есть Психологизм Может Нет Я не настраивался Ни на чего Я не знал Что такое крещение Меня к этому Не готовили Огласительных бесед Я не проходил И если До этого момента Даже не Ну говорю Да где Бог Нету А шли просто Чтобы как некий Обряд И вот тут было Видимо То что Обычно называют Прикосновение Благодати Божией Это вот Блаженный Августин Он тоже описывал Про одного своего Товарища Который Он В общем Тоже еще Был неопределенный Такой Да И Уже находился В болезни Там в полуобручном состоянии И его покрестили И вдруг он неожиданно Значит Приходит в себя И если до этого Он смеялся Над верой в Бога То вдруг Он после этого После этого Начинает Очень серьезно Говорить О вере в Бога О том Что Господь присутствует Есть Хотя сам Блаженный Августин На тот момент еще Был далек от православия И с усмешками относился И почему вот После этой радости Чистоты Вы Не избавились от страданий Почему Это крещение Ну я так понимаю У вас же это не сохранилось навсегда Или вы С тех пор Все Каждый день радостны Святые отцы Они говорят так Что Дар крещения Это как Семя в землю Вкладывается Которое Надо Возрастить Возрастить И Это зависит уже От человека Крещаемого Если мы перестаем Поливать Это семя Да То Оно может Не принести Плодов Я хотел сказать Что В развитии Вот Того Что говорил Отец Валерий О своем крещении Когда я крестился Я ничего не испытал Сколько вам было лет? Мне было 26 По-моему И 27 Как мне Меня крестил Отец Александр И сказал Мень А теперь Вперед За Христом То есть Я воспринимал Только одно То Что я искал Я хотел Искать Истину Я хотел Обрести И я Стремился Не потому Чтобы Избавиться От страдания Я прекрасно Понимал Что наоборот Оно ко мне Придет Может в другом виде Но я буду Воспринимать Да я и не думаю Об этом У меня была Только одна Цель Продолжать Свой путь Поиска И восхождения Вот Я был крещен Ничего не испытал Все рассказывают Какие восторги Какие Может переживания Я ничего не испытал Но Я зато Понял Что теперь Я вхожу На эту дорогу И я просто Иду за ним А дальше Что он Как распорядится Моей судьбой Что он скажет Господь А не отец Александр То и будет Так и вышло Так и выходит Поэтому Мы все О том Если убрать грех То будет Избавимся мы От страдания Если мы уберем Свой грех Будет другое Отношение К жизни К миру К себе И к страданию Мы пытаемся Решить Нерешаемую Задачу События Внутренние И внешние Которые Вызывают В нас Те переживания Которые мы Называем Страданиями Мы С ними Не справимся Они были И будут До тех пор Пока не наступит Последнее Мгновение Жизни На земле Может быть И когда Господь Как-то Определит Что и что Но до тех пор Пока мы живем Мы будем Творить страдания Самое Неприятное Это Друг другу Будем Мы дополнять Страдания Мы будем Мучить друг друга По глупости Понимаете Если я Займусь Не своим делом Если я Устремлюсь Не знаю К власти И в поиске Славы Я вокруг себя Создам Не мирный Дом И жизнь А я устрою Безобразные Какие-то Последствия Своего Безумия И только Устрою Страдания Значит Вопрос Я думаю Очень важный Для всех Неважно Повторяю Крещеных Некрещеных Что сделать Может Каждый человек Чтобы не доставлять Страдания Другим Чтобы не быть Источником Страдания Для других Вот это В наших силах Я хотел Для наших зрителей Сказать Что я Помимо того Чтобы Умные Мудрые Интересные Люди Я вас еще Пригласил В эту программу Именно На тему Страдания Потому что Я уверен Что вам Знакомо Это слово По опыту Вашей жизни Вы не просто Абстрактно Рассуждаете Об этом Как отчасти Рассуждаю я У меня конечно Есть опыт Страдания Но Я думаю Конечно Не такой Как у вас Вот отец Валерий У вас была Четвертая стадия Рака Кишечника Да С метастазами Сейчас все хорошо Сейчас ремиссия То есть Уходим Так сказать Надеясь на милость Божия Вот Слава Богу Но я Хочу сказать Что Как вы прошли Этот опыт Как это вообще Ну Это было То самое Страдание О котором вы говорите Что был ритм жизни Вы уже были священником Вы уже все понимали Тоже рассказывали О добре и зле И вдруг Ваша жизнь Врывается нечто Я скажу так Что Повторю Что мне очень понравилась Мысль отца Владимира И может быть Хотелось бы Сделать ее Даже главной За всю нашу встречу Что когда мы Правильно Воспринимаем Как урок От Бога Стараемся учить То страдание Оно изнутри исчезает В ощущении Вот То есть По большому счету Я не воспринимал это Когда я там находился Внутри вот этих событий Я это не воспринимал Как страдание и мучение Я наоборот Это воспринимал Как некое освобождение От мучения И освобождение От страдания И даже сейчас скажу Что Ну Благодарен Богу За этот опыт И Хотел ли бы я Другой жизнь без этого Нет не хотел бы Я хотел бы Вот Чтобы именно так Вот как пройти через это Ну и дальше Ну как Как Но это изменило вашу жизнь Вот Вообще бы Ну Чисто внешне Чисто внешне Конечно Там Год До операции То есть мне вот Всего лишь Ну как Сорок лет Было Да Значит Уже Чувствовал себя Не очень И Потом уже Когда домой приходил То только вот лежал Просто сил Никаких не было А врачи Они Когда задавал вопрос Говорили Ну Какая у вас онкология Вам еще не время Это еще Лет через 20 будет Сейчас Забудьте об этом А потом Когда уже стал Совсем не в моготу Да То Ну там конечно Много было таких Попутно еще Чудесных Всяких Вещей Просто Потому что Я со старцем Находился В связи И вдруг он говорит Что вам надо срочно Как раз вот С этой ситуации К такому-то хирургу В такую-то больницу Как раз этот хирург Пришел к нему Чтобы с ним посоветовать И он говорит Вот я думаю Почему Господь его направил Ко мне Да И тут он Увидел Что надо мне Именно к нему ехать А диагноз еще Даже не был Толком поставлен Вот И когда я к нему попал Он Тут же определил Рак Вот И Достаточно быстро Сделали операцию Провели Такую радикальную То есть шов через весь живот Да Очень тяжелая Такая операция Что после этого Трудно было ходить Вот Приходить в себя Надо было Потом Начались Химиотерапии Первая оказалась Очень неудачной Хотя врачи говорили Что это Самая-самая легкая Сейчас Химиотерапия Вот самая-самая А со второй Тогда уже начнем И Первое у меня Значит Такое отравление Произошло Что Отказала Полностью Речь И я не мог Ничего глотать Вот И То есть На краю там Какой-то Смерть уже находился Ну в общем Отправили В реанимацию Там немножко В себя привели Потом Позвонил Отец Парфени Славры Друг мой И неожиданно Он говорит Ну все Каким-то чудом Просто Что давай Вот мы поможем Тебе В Израиль Там полечиться Вот Направили меня туда В считанные дни Я туда Вылетел Там Надо сказать Что Медицина Не помогла Вот Специалист Вообще Главный Профессор Которому Он сказал Что Чего вам сейчас Лечиться Потому что Все равно Ничего не поможет То есть Лучше пока Отложить Вообще Растянуть Потому что Эти лечения Там на 2-3 месяца Только они растягивают Жизнь Продлевают Вот Но Смысл был Находиться На святой земле Именно духовной Потому что Я Около 8 месяцев Находился 4 месяца В старом городе 5 минут От храма Гроба Господня А потом Жил на Ильонской горе И включился В монастырский устав Да И там конечно Вообще взгляд На все поменялся А потом уже вернулся И В Москве Уже Основное лечение Проходил В целом Было 25 Химиотерапии И 25 Лучевых терапий Вот Ну Прямо скажу Что когда Идешь на проверку Особенно В то время То это как будто Ты вот на эшафот Заходишь Или скажем так Не на эшафот А на такое судилище Где тебе Вынесут решение Жить Или Умирать И вот тогда В такие Секунды Когда идешь Посмотреть Результаты Обследования Есть там что-то Или нету Остатков Рака То тут конечно Очень тяжело То есть тебя даже Пошатывает Когда ты идешь На это Но В целом Вот этот путь Ну да То есть где-то там Вот такой Страх Он Изнутри Он не воспринимался Как что-то Мучительное Наоборот Мне стало Во многом легче Я ощутил себя Свободнее Ну вот вы Когда говорите Вы там не могли Говорить На грани смерти Вы В это В это время Неужели вы были Благодарны Ну я Молился И готовился Уйти В переходы Ну а чего тут Такого То есть Мы живем здесь Короткое время На самом деле Как ни крути Вот допустим Прожил человек 40 лет И вспоминаешь Как быстро Пролетело 40 лет Вот как эти 40 лет Да если прибавить Еще столько же 40 лет Они тоже Очень быстро Пролетают Потому что Душа человеческая Она вообще Создана для вечности И поэтому У нас нет Как сказать Мы ненасытимы Вот в плане Возраста жизни Но вы же были рады Когда у вас Все пошло на поправку Ну это Конечно Да Это да Но Но Повторю Что Я это В то время Я чувствовал Что Господь Находится рядом И что это Бог действует Таким образом И на пользу мне То есть В чем вот польза Простите Я вас прям так Прямо спрашиваю Из всего этого опыта Для вас Может быть Что Ну я Прямо скажу Что я Вышел из этого опыта Иным человеком Уже Уже Ваше осмысление Здесь Несмотря на то Чтобы там Обрабатывали Ты даже Ты даже не можешь Валерия Быть Столько терпения Потому что С тех пор Некий Расстреляли Расстреляли У себя Ну, была вот обида на Бога, ропот, кстати, у вас, отец Валерий. Ну, хотя бы мгновениями. Господи, ну, почему я? Вы говорите, вам 40 лет. Ну, почему со мной? Ну, все нормально ходят, служат священники. Вы передвигаетесь гораздо тяжелее там. Ну, как бы было такое? Ну, вы не поверите, но не было такое. В голову даже не пришло, честное слово. Ну, почему со мной? Ну, вот потому что я в машину сел. Ну, почему со мной? Ну, потому что я пошел на панихиду по просьбе человека, который занимался в то время всяким, возможно, рэкетером и прочим. Значит, я, очевидно, не в то время, не в ту машину сел. Но при чем здесь Бог? Но все же по его промыслу и по пущению. Ну, я тоже, наверное, да. Но, с другой стороны, надо учитывать то, что если там было 36 пуль или сколько там, 20 пуль, и ни одна в меня не попала. Ну, это тоже, наверное, какой-то промысел. Но не было у меня на него обиды. За что обижаться? Он не стрелял. Он меня не приговаривал. Я нахожусь в мире, лежащем во грехе. Я почему говорю, что очень важно адекватно понимать мир и жизнь. Я нахожусь в мире, который лежит в грехе. Я нахожусь в мире сумасшедшем. В мире, который только и занят погоней за всем, чем что Господь предупреждает. Не ходите туда. Не делайте это. А мир все равно может стремиться к этому. Но, естественно, это бумерангом кого-то задевает, который здесь ни при чем. Но я не могу сказать, что я ни при чем. Я в этом мире живу, и меня задели в какой-то степени грехи мои. То есть у вас было... Что вам вообще дал вот этот опыт, который с внешней точки зрения повредил такое... Ну, ваше бытие все-таки немножко вам стало сложнее жить? Повредил, да. Что вам дало? Он меня отнял все волосы. Да, он сделал меня хромым. Да, вот сейчас я в таком состоянии, не очень крепком, не спортивном. Вот. Ну, что вам это дало, да? Что вам все мне дало? В духовном смысле что-то дало, или что-то отняло, или вообще вы не рефлексировали на этот счет? Что мне дало? Мне дало большую радость того, что я когда-то нашел вот его. Но, извините, господа аудитория, я нашел Христа. Мне это дало, что в этой ситуации я мог, наверное... Нет, в этой ситуации мог я не попасть, не будь я священником. Вот. Но я не обиделся, что я стал священником. Я не обиделся тому, что я поверил во Христа. Потому что я шел к нему не зачем-то получить от него, потому что я от него ничего не требовал. Вот он покорил мое сердце, простите. Вот он пленил меня, мои мозги и сердце. Ну, что делать? Я пошел за ним. Я знал, что его дорога непростая. Я знал, что ему доставу из жизни. Вот. И что же, я буду говорить, ты меня только, пожалуйста, проведи, чтобы меня... Я чтобы ни разу не заболел, чтобы меня никто не обидел. Вот. Но у меня в голову не пришло еще просить, чтобы меня никто не расстрелял. Вот. Я знал, в каком мире я нахожусь. И я от него ничего не требовал. И вот в вашей истории, отец Валерий, отец Владимир, подтверждают мне только фразу, что крест дается по силам. Потому что я... Ну, вы так это все осмыслили, у вас так это все конструктивно, созидательно в ваших жизнях. Потому что я вот чуть что у меня в жизни свои какие-то переживания, проблемы, иногда недомогают. То есть так созидательно, что противно, да? У меня нет... Нет, в смысле у меня нет благодарности. Вот. Ну, вернее, как бы сложно быть благодарным. Потому что злит все это. А, Серафим, я не благодарен за расстрел. Я не благодарен за то, что я потерял ногу. Нормальную здоровую. Я не благодарен за это. Я благодарен за то, что я его не потерял. Я благодарен за то, что я его когда-то нашел. Ну, а вам важно, что вы тогда не умерли? Что вы не погибли? Или вот жизнь — это отрезок, какая разница? Больше, на 40 лет меньше? Нет, я потом после этого, я после этого прекрасно прожил, сколько там, 30 лет, я уж не помню. Почти 30 лет. Прекрасно. Я за это время смог предстоять на, простите, том таинстве, том великом событии, с которым ничто не сравнится в мире. Евхаристия. Объяснить это невозможно. Но более богатого, более полного события в мире, в жизни любого человека нету. Конечно, я благодарен, что я имею до сих пор возможности вот общаться с ним в таком виде. Ну, можно же в другом. Вот я это уточню. Каком? Без тела? Уйти туда? Ну, да. Ну, когда-нибудь это будет. Вот. А я сейчас хочу. Я это понял, насколько это прекрасно. Понимаете, общение с ним хотя бы одно мгновение на Евхаристии. Отец Валерий понимает, о чем речь. Вот, на самом деле. И вот почему я страдаю, когда я говорю людям, ну, прибите, ну, возьмите, ну, вы получите огромное благо, с которой, которых невозможно купить. А люди упорно стоят на своем и хотят от Бога то, что он не может дать по определению. Ну, какая разница просто на земле или на небе, что называется. Мы же любим эту земную жизнь. Я за нее цепляюсь. Я вот вообще не хочу умирать никак. Вот я даже отрицаю, как бы это. Я понимаю, что мне придется признать это. Я тоже не хочу умирать. Но... Ну, какая разница? Если встречу со Христом, то какая разница? Почему вы не хотите? Почему? А мне здесь прекрасно. Вот, понимаете, дело в том, что когда здесь есть возможность, будучи на земле, соединить землю и небо благодаря ему. Вот. И возникает доверие. Когда, Господь, ты решишь, что мне надо туда идти, а я хочу здесь не насладиться, я хочу здесь выполнить то, что он мне поручил. Вы спросили, что дало, да? Вот, просто меня немножко это тоже затронуло. Почему? Потому что не может же отец Владимир говорить о себе что-то вот такое высокое, да? Что вот я там то и то усвоил. Но я просто немножко личное восприятие скажу. Когда я вот отца Владимира увидел, то я поразился, насколько доброе, светлое и мудрое лицо. И, понимаете, для меня это стало какой-то такой вот теплой даже поддержкой перед нашей беседой. И, понимаете, вот Господь отца Владимира провел через это и поэтому сделал таким пастырем, которым многим может дать ответ на их вот скорби там какие-то, обиды, недопонимание друг друга. То есть вот в чем смысл. А, так сказать, вот быстро отсюда уходить куда-то туда, ну в этом тут много ума не надо, так сказать, да? А смысл-то в том, чтобы вот служение пройти, которое Господь ведет. И пример отца Владимира, он еще чем важен? Тем, что человек это не просто материя, не просто тело. И человек может не растворяться в своих недугах, болезнях, немощах, а дух способен выражать себя в служении Богу и ближним, невзирая на какие-то вот там немощи, недостатки. То есть как будто их и даже и нет. Ну а вот у вас не было ни разу, ни одно мгновение, когда Господи, ну почему я? Да, ну что ж такое? Вы знаете, с самого начала я понял, что это именно Божье такое участие, действие, и что Господь к чему-то хочет меня привести. Пару раз там какие-то прикосновения таких мыслей было, но я понимал, что это искушение. То есть я с ними не растворялся, с этими мыслями. То есть я понимал, что это вот какое-то прикосновение лукавого врага, так скажем, который хотел. А в целом все равно было наоборот такое ощущение, что, ну простите, даже где-то вот, даже как пасхальное ощущение какого-то вот воскресения. Потому что то, что до этого, ну настолько мне было, честно говоря, тяжело, и там приходилось заниматься обязанностями, которые не очень были мне по душе. То есть пасхальное ощущение, когда узнали о болезни? Нет, в процессе вот несения самого этого. В общем, как некое освобождение от груза, который был до этого, ну и в плане, ну и если так уж прямо скажем, может быть, как некое даже искупление прежних грехов. В добром, в правильном смысле этого слова. Скажите, а вот коротко еще мы эту тему, ну, это всем нам понятно. Вот я откровенно говорю, что я не хочу умирать, ну, наверное, потому что я на какие-то важные вопросы себе здесь еще не ответил. Но вот вы люди, которые, так сказать, крестились, вы пастыри, вы Христа в своей жизни проповедуете и приняли и так далее. Но вам-то должно быть, наверное, без разницы, когда умереть. Хоть сегодня, хоть вчера, как бы и так далее. Почему вы, я так понимаю, тоже, ну, вы сказали, что вы обрадовались, когда вам выздоровление, что вы еще можете на земле жить. Вы сказали, что вы тоже рады, что пуля не попала и так далее. А какая разница, если мы со Христом, что здесь, что там, там даже ближе. Ну, понимаете, человек же создан для жизни Богом. И от этого никуда не деться, это правильно. И поэтому жажда жизни, она в нас есть, была, есть и будет. То есть просто себя нужно натаскивать на то, что так, со смертью все равно жизнь, со смертью все равно жизнь, не умрешь, не умрешь, не умрешь, да? Нет, я имею в виду, что Господь-то изначально людей сотворил как, чтобы они не умирали, даже в телесном смысле, не расставалась, чтобы душа с телом. И поэтому это вот живет в нас, и от него никуда не уйти. То есть, и даже в самом преклонном возрасте все равно будет эта жажда жизни. И это правильно, это правильно. Но надо просто знать, что подлинной жизни ты есть Господь-Бог. И если ты с Богом, то вот она и жизнь. И Господь тебя забирает к лучшей жизни. А тело воскресит со временем. То есть, все будет возвращено. Сомнений не было в вере в процессе лечения или болезни самой, что вдруг все не так, я сейчас как-то так вот бессмысленно уйду? Не было? Были периоды, конечно, но мы люди колеблющиеся, как ни крути, когда некие такие вот, ну тоже понятно было, что это такие искушения, которые подступали, а вдруг там вообще ничего нет, то есть как бы пустота и все. Но тоже каким-то чудом Господь все время подавал рядом людей, которые делились из своей жизни удивительными историями, которые свидетельствовали об этом. очевидно бытие души, которое выйдя из тела продолжает существовать. У вас не было страхов? Там ничего нет? Страхов я не помню. Ответ на вопрос, почему мы там не стремились с отцом Валерием побыстрее туда перенести, у меня есть убеждение, подтверждение, что о каждом из нас и даже неверующим пока у Бога есть замысел. И если, в частности, он, например, сохранил здоровье, жизнь отцу Валерию и мне, значит, у нас мы еще не выполнили тот замысел, который есть у него о нас. Значит, он нам доверяет нам нечто, что мы должны совершить. По поводу перехода туда можно сказать одно, что мы каждый, не только священники, когда мы устремляемся к нему искренне и полноценно, во всей целостности, мы приобщаемся, ну уж, извините, к той жизни, которую мы называем и откуда является вечностью. И в эти мгновения человек, или ты, кто это переживает, понимает, что действительно там вечность продолжается и там встретит вот Христос. Вы убеждены в этом? Я убежден в том, что он встретит там, но не знаю, встретит ли он меня, может, я мимо пройду, понимаете, если я его здесь не найду, если я с ним здесь не воссоединюсь во всей полноте. вот, куда он меня поставит там, в левую сторону или в правую сторону, я не знаю. Я хоть, ну, понимаете, как, если, я убежден в чем, если во всей полноте, я здесь найду с ним взаимопонимание, простите, общение, и вся моя жизнь нас цельно только на данный момент я понимаю, что если я и знаю что-то о нем, микроскопическую, даже меньше, величину, вот, а я хочу познать в той степени, в которой я могу его. Я верю, что есть чего познавать, я верю, что я для этого предназначен, как и вы, между прочим, да, но пока вот почему-то пошел я один, я хочу вместе с вами, между прочим, идти познавать его, знаете, вот, и если, нет, здесь, по этой жизни, не туда, не я, я вас туда не тащу. Ну, тащить придется. Понимаете, и в той степени глубины, которой я смогу его познать и принять, вот, тогда, наверное, я буду готов уйти туда спокойно и с радостью. Серафим, немножко вот дополни, просто я сейчас вспомнил, да, когда тот период острой болезни находился, и почему не хотелось именно переходить туда, потому что я ощущал, что еще нереализованность, понимаете, нереализованность, и что не сделано то, чего надо сделать, выполнить, и в этом смысле уходить рано, только потому, что ты не успел осуществить служение, на которое... Вы в своей жизни видели людей, которые уходили, говоря, успел, понимали, что они реализованы, вы видели таких людей на смертном адре? Ну, я думаю, что... Я видел. Да, отец Владимир как раз про своего духовника может сказать и про других тоже. Ну, зять мой умирал, и он, да, уходил, выполнив максимум все, что мог, и он уходил, он уходил, зная, что идет навстречу к тому, кому он здесь служил. Он тоже был священником замечательным и очень быстро сгорел тоже от онкологии. Да, я видел, и есть было чему поучиться у этого человека и мужеству, и доверию, и верности, и светлым мыслям, и чувствам. да, я видел. Страдания ради райских садов. Ну, очень так приземленно, примитивно звучит. Ради чего? Ради рая, ради райских садов. Потому что сады, это в земном смысле мы понимаем, зашел человек и хочет яблочки покушать там или груши. Все-таки христианин ради чего живет? Мы живем ради Бога и для Бога. И в Боге для нас самое высшее благо. То есть, не то, чтобы заработать блаженство даже, а сам Господь вот для нас, что самое главное. И в Боге есть райское блаженство. Я не думаю о райских яблочках. Я думаю о том, чтобы остаться достойным человеком или чтобы страдания помогли мне стать достойным. Есть ли для вас разница между массовым и личным страданием в вашем восприятии? Ну, разница какая? То есть, все равно любой человек, он по-своему переживает. Даже массовые страдания, там каждый встречает совершенно по-своему случившиеся невзгоды, и один впадает в отчаяние, другой, наоборот, воспринимает это как от Господа. Ну, вот, рядом со Христом два разбойника, благоразумные и неразумные. Этот принимает как достойное, достойный по делам нашим мы, Господи, терпим. Помяни меня во Царстве Твое. А тот хулит, ругается. То есть, вот разница. Между массовым и личным есть, конечно, мне главное, чтобы массовые страдания не превратили меня, не ожесточили, не вызвали во мне гнев, ярость, и чтобы я потерял внутренний мир. А личные страдания для того, чтобы, как я вот сказал, чтобы пройти некое испытание и остаться верным своему направлению. что делать с массовым страданием, на которое ты не можешь повлиять, но оно терзает тебе душу? Ой, вот слава Богу, что наша душа откликается на это. Вот слава Богу. И когда мы слышим, например, или видим в каких-то новостях, что где-то или пропал ребенок, вот его ищут, да, или какие-то бедствия, наводнения, то надо тут же обращаться в молитве к Богу. В этом случае, да, мольба о том, чтобы страдание массово не похитило кого-то, кого ты видишь и знаешь, в сторону ярости, паники, отчаяния, потому что массовое страдание приводит вот к таким печальным последствиям. Люди в панике, в страхе, в безумии, и мольба о том, чтобы люди могли научиться в этих испытаниях пониманию, что есть добро, что есть зло. И очень краткая молитва, простите, о человечности, чтобы человеки, люди, не потеряли достоинство человечности. Вот что такое массовое страдание. Оно готово массу захватить и сделать какое-то такое, знаете, бывает пчелиная или осиная вот комбинация, когда они этой несутся ярусно, забыл, как это называется, гнездо, такой комок. Вот. Вот чтобы массовое страдание не сделали из людей улей, типа улей, вот. Чтобы массовое страдание не сделало из людей безумную массу, которая готова уничтожить всех вокруг и все. Не кажется ли вам, что называть страдание очищением или освобождением это жестоко звучит? Ну, я в своей жизни лично свои именно воспринимаю так, но другим людям, которые не готовы, это нельзя так говорить, потому что он захвачен горестными какими-то эмоциями, ему, надо ему сострадать. Я согласен с отцом Валерием, потому что каждый человек о себе может только сказать, благо ему страдание или нет. Для меня, да, чаще всего это польза. Вы говорили, что страдание может человека освободить или чему-то научить и по своей жизни отчасти это свидетельствуйте об этом. Вы уверены, что человек не лучше поймет любовь, а не страдание? Теплые отношения вы имеете в виду? Теплые отношения, ласку, даже Божию ласку к нам, чувство радости, которое вы на крещении испытывали. Неужели это не более доходчиво, чем болезнь? Ну, на самом деле, для меня это тоже вопрос. Почему так, да, почему здесь вот попущено? И окончательного ответа у меня тоже, наверное, нет, но я доверяю Богу, что вот если Господь это попустил, то значит, это в данной ситуации лучше. Повторите. Ну, вот вы уверены, что человек не лучше поймет любовь? Не болезнь страшная, в которой ему больно, ему порой одиноко, ужасно и так далее. Не лучше ли и недоходчивее ли страдание человеку понять любовь? Ну да, то есть открыть Бога в любви, в свете, в радости, а не в болезни. Открыть какие-то истины, не в болезни, а в любви, в ласке. Нет, ну, во-первых, самый лучший путь к Богу это любовь, но страдание, оно может научить тоже любви. Знаете, поэтому я считаю, что нет, пожалуй, понимаете, какая комбинация лучшим образом. Человек не может научиться любви без переживания, без страдания. Мне кажется, он не может оценить любовь, если у него нету дефицита любви, добра внутри себя. А ребенок, разве так, малыш, он же оценивает, ты с ним играешь, так сказать, в песочнице. Да, но это начальные уровни любви, начальные, эмоциональные, поверхностные, они необходимы, естественно, естественно, необходимы в любви. Но любовь же это некая такая, такой фактор и такая величина, которая не имеет конца, не имеет предела. Она восходит непосредственно к той высшей цели. Поэтому, в общем-то, я считаю, что страдания, если к нему относиться так, как мы говорили в начале, оно может научить человека любви. Потому что, простите, оно может учить задуматься человека над жизнью. То есть человек задумается не когда его погладит, а когда его пнут, ударят. Нет, и так, и так, и так, и так. Но жизни не бывает только тогда, когда его гладят. Это значит вырастить человека, не способного адаптироваться к жизни. Вы знаете, вот просто сейчас как-то пришло внутри, что высшая любовь это когда ты страдаешь за любимого и еще больше любишь его. Ведь сам Господь, Он пришел на нашу землю, чтобы пострадать за нас по любви. То есть тоже, это же путь страданий, но через это выразилась его любовь. И мы, когда правильно воспринимаем попускаемые страдания и еще больше любим Господа, то вот, может быть, это и есть самый правильный. Жалко, жалко, что человек по-другому, он не может. Жалко, мне очень жалко отец Валерий. Что жалко? Ну, что вот все через страдания. Отец Валерий, хочется как-то победить. Почему? Мы рассматриваем только одну сферу жизни. Ну, наше взросление, нам придется с этим столкнуться. Мне жаль. Мне кажется, я пойму это по-другому. Мне кажется, я откликаюсь на солнечный свет лучше, на ваш взгляд. Это другой вопрос. Абсолютно с вами согласен. Я всегда утверждаю, утверждаю, лучший путь к Богу — любовь. Но я и должен ее научиться где-то. Иногда от любви расслабляемся и считаем, что Бог нам все и так простит, все и так подаст. Поэтому Господь иногда посылает что-то более. А он не все и так простит. Только любовь так по-разному все понимают, простите. Любовь слепая, любовь эгоистичная, любовь эгоцентричная. Понимаете, о любви столько много можно говорить. Но на самом деле все-таки поймите, человек, который почувствовал тягу к любви, ищет любовь, даже не будем говорить о Боге. Любой человек у каждого из нас то, о чем говорил отец Валерий. живет райская область, живет образ Божий. И любой человек ищет эту любви. Один только не прекращает ее, не останавливает ее на родственной любви, на эмоциональной любви, на какой-то там сексуальной любви, зависимости. Устремляется вектором к настоящей любви. и она обязательно пройдет через испытания. Его обязательно кто-то не поймет. Его обязательно любовь отвергнут. Ему будут говорить, ты с ума сошел. Жизнь будет говорить, ты о себе подумай. А он летит, как стрела к этой любви. И вот эта любовь приводит обязательно к Богу. Какое страдание для вас страшнее, физическое или душевное? Конечно, душевное. Для меня тоже душевное. Если Бог любящий отец, как он допускает, что детям больно? Ведь Бог в твоих силах превратить этот мир в поле цветов. Почему твоим детям в нем так больно? Ну так любой отец своим детям не только мороженое покупает, а воспитывает более жестко. И спартанские условия они способны воспитать хороших сыновей. Я секунду к предыдущему вопросу. Конечно, мы не учитываем то, что физическое страдание может быть столь невыносимо, поэтому я сделаю поправку. Понимаете, я могу говорить сегодня, конечно, мне страшнее мучительное внутреннее страдание, но я был бы самонадеянный глупец, если бы говорил, что это стопроцентно. Не дай Бог придет физическое страдание, от которого можно на стенку лезть, поэтому это будет более правдиво. Я даже вспомнил, когда первая химиотерапия, шли дни, они физически были просто невыносимы. Настолько потравлено, не есть, не пить не можешь, никуда пойти, и что просто единственное, что меня спасало, вот это, кстати, тоже может быть кому-то пригодится, что я вспоминал то наставление одного из наших духовных отцов, на самом деле архимандрит Платон с академией, он говорил, что все рано или поздно прекращается, и ничто не приходится терпеть бесконечно. И вот я, когда мне было плохо, я вспоминал эту мысль, что и этот период он пройдет. Этот пройдет. Этот пройдет. И уже тогда молился Господу. Бог-отец, который допускает, попускает боль и страдания его детей. Я знаю вот своего папу, я уверен, что он бы не допустил, видя, что мне плохо, ну просто на это смотреть и плакать. Была бы возможность, он прервал бы это. Я спрашиваю банальные вещи, которые спрашивает все человечество. Но отец Владимир, разрешите эту дилемму. Они не банальные вещи. Я могу сказать только одно. Если возникнет опыт, личных отношений с Богом как с Отцом и с Иисусом Христом как с Спасителем, то этот вопрос не возникнет. У меня претензий к моему родному отцу не было и нет. Претензий к моему духовному отцу не было и нет. У меня нет претензий никаких к Богу отцу, потому что он не обязан мне ничего. Он мне дал жизнь и дал возможность его узнать. А вы поймете тех людей, которые, вот вы говорите у вас так, потому что у вас есть отношения, но вы искренне понимаете тех людей, для которых их страдания становятся аргументом для неверия в Бога. И вы же понимаете, в литературе, в кино, да и в обычной жизни, ну, пожалуй, это один из самых главных и мощных аргументов против бытия Божия. что люди, порой даже с болью, со слезами, они говорят, да хватит со своим Богом, посмотри, что происходит, бомбы падают, там, я не знаю, лишилась мужа, ребенка и так далее. Я вот что-то вспомнил Надежду Константиновну Крупскую, сейчас, не знаю, уже, наверное, забывают, кто такая была, да, супруга, сподвижница Ленина, у которой, которая была воспитание достаточно христианское, она, мама ее верующая была долгое время. И вот Крупская говорит, что под конец жизни, это уже, значит, революционные годы, там, и так далее, что мама говорила, вот где же Бог, вон сколько страданий происходит. Ну, а кто вот эти, собственно говоря, страдания, это вот эти, голод, вот эти гонения, расстрелы бесчисленные, сколько уже за 20-е годы, там, миллионов, кто их устроил, при чем тут Бог, это безбожники? Да, мы вызваливаем на Бога, понимаете, свою вину, и говорим, что Он виноват. Вот отец Валерий, можно сказать так, мы творцы этой самострадания, мы творцы этого страдания. Ну, не болезни, не болезни, не болезни, не катаклизмов. Да, ну, иногда и мы виноваты в наших болезнях и страданиях. Только надо сказать так, опять к предыдущему вопросу. Да, иногда Богу задаешь очень острые вопросы, но это не значит, что я тебя больше не люблю и с тобой я развожусь. я могу ему задавать острые вопросы, но это лишь для того и потому, что это следующий шаг сближения с ним, уточнения его. Это процесс. Ведь вера, это некая динамичная величина, которая развивается всю жизнь. Она может вниз, она может вверх. Но вы понимаете этих людей, для которых это становится аргументом? Ну, конечно, понятно все это. Мы же находимся в окружении этих людей. И где-то с огорчением, с печалью, где-то просто молимся о них, чтобы Господь помог им взглянуть иначе на происходящее. У меня все время сохраняются надежды, что эти люди что-то поймут и действительно у меня никакого к ним нету ни осуждения, ни высокомерного понимания движения. Но это же убедительный аргумент. Очень убедительный аргумент. Поэтому поэтому думаешь, ты вер... Эта встреча с этими людьми является для меня поводом задать себе вопрос. Я не заблуждаюсь? Я не являюсь... Не становлюсь этим демагогом. Таким чисто теоретиком. Бог любит. Никаких претензий к Богу Отцу нету. Любая встреча с человеком, который находится в пути. И, естественно, куда... Кому же еще задать вопросы, как не ему? Господь, за что эпидемия? За что война? С какой стати вот этот теракт? Где же ты, Господь? Естественный вопрос. И я ему могу это задать вопрос. Вот. Но, слава Богу, внутри пока не возникает к нему протеста. Это значит, Господь, я многое не понял в тебе и в мире. Хотя, поддерживая отца Валерия, люди, творящие зло и безумие, понимаете, доставляющие друг другу строго страданий, слез. А потом мы это все передрисуем к Богу. Ты подумай, человек, не ты ли ты привел мир и привел людей, страну к тому состоянию, в котором сейчас находятся миллионы людей в растерянности? Вы ходили в детскую онкологическую скальдеку и служили там. Как вы там сохранили веру в Бога, любовь? В Бога, любовь? О, Боже мой! Именно там-то она и стала возрастать. Она стала взрослеть, когда видишь массу детей, умственно отставых, которые не умеют говорить, которые постоянно, годами лежат в больнице, ходят пригвожденные капельницы, перевязанные лысые, как я, еще больше и годами лежат там. У меня Богу претензий нет. У меня есть претензии к тем, кто испортил воду в Волге, потому что с Саратова едут люди, которые питаются той водой, которая там испорчена. У меня есть претензии к людям, которые в химические заводы выбрасывают свои отходы в воздух и люди дышат, этим воздухом, дети, которые масса приезжают из тех городов и стран. Но как вера здесь возросла? Я не понимаю. Как вера возросла здесь в этих обстоятельствах? Нет, я говорю, претензии какие? Я говорю, где претензии? Возросла, потому что видишь нежность души и видишь, что человек стремится действительно к Богу, и я не вижу того, что Бог забыл этого человека. Вера возросла в то, что я если бы я в большей степени верил, скажем так, такими словами, верил в Бога или лучше его понимал, и если бы мои отношения с ним были более точные, достоверные, то я помог бы этому человеку в большей степени. Я бы не был чудотворцем, но я бы убедил его, что он не зря, даже десятилетний или пятилетний, он не зря прожил жизнь. Получалось убеждать? Да, однозначно. Я прихожу к нему, и я встаю рядом, можно сказать, перед ним на колени и говорю, я благодарен тебе за то, что я могу с тобой вместе найти общий язык в поле страдания и любви. Я тебе благодарен, что ты мне показал, как можно искать Бога в том состоянии. вот оно возрастание моей веры и любви. Потому что этот человек, маленький, страдающий, он мне показал, как мне необходимо еще более точное и достоверное отношение с Богом для того, чтобы я мог помочь ему или его матери, которая останется после смерти ребенка. Вот таким образом подраздновал. То есть вы как бы люди, которые этого не видят в этом смысла, не видят Иисуса Христа, который такой добрый в Евангелии, в жизни, они просто чего-то не понимают, да? Они не доходят, мне кажется. Дело в том, Серафим, весь трагизм зла, что оно несправедливо. Весь трагизм зла. Вот мир погрузился с незапамятных времен во зло, и поэтому зло оно будет бить по невинным людям на самом деле. А по детям это самые болевые точки. Но если мы вспомним Ветхий Завет, какой была самая первая смерть, зафиксированная в Ветхом Завете? Это смерть невинного человека. Авеля. Понимаете? То есть Авель, который, ну просто ангел на земле, и вдруг смерть его поражает. То есть вот оно. А в Новом Завете самая первая зафиксированная смерть. Вифлеемские младенцы. То же самое, ну понимаете, дети, утрата, это боль. Ну там же от зла людей, что Авель, что Ирод. Но если бы вот Священное Писание как бы в угоду людям писать, то там было бы все благостно так вот, значит. А тут изображается весь трагизм нашего мира. А Господь приходит все равно в этот мир, наполненный злом, несправедливостью. И по любви к нам Он страдает за нас и спасает нас, чтобы мы с Ним совоскресли. И те, кто этого не видят, просто слепы. Ну нельзя так сказать. Ну они в пути. Ну потому что их эмоции часто созвучнее, чем ответы церкви для людей. Потому что мы все как бы понимаем в той или иной степени, у меня умирали родственники, и умирали молодые люди, которых я знаю. как бы, ну, и созвучно ощущение хаоса бытия и того, что ваш, ну как бы, наш Бог. Согласен. Сомнения. Мне это очень все понятно. Ну вот, известный такой психолог Виктор Франков, который... Не был христианин. Он прошел через концлагеря, там жена у него погибла, родители. Вот. И он не только прошел, да, он оказывал поддержку с другими врачами, специалистами, заключенным. И он какой вывод извлек? Он говорил, что правильно вынести страдания можно только иметь высший смысл веру в Бога. Понимаете? Хотя он не был христианином. Да, но он был верующим человеком. Вот. То есть он говорит, что страдания, и ты не сможешь понести, ты душевно надломишь, если у тебя не будет восприятия иной, более высшей реальности, которую мы обретаем в Боге. Это не является гарантией стопроцентной на все случаи жизни. То, что говорит отец Валерий. Но этот вектор, устремленный кверху, ну если он действительно облегчает страдания, действительно осмысливает их, ну что делать? Ну что, мы виноваты, если это так? И если это действительно выход из поважения. Главное, просто хочется, чтобы это истинно облегчало эти страдания, а не твои иллюзии, которыми ты себя напичкал, чтобы утешить. Так это же свидетельство об этом естественно. Они осмысляются. И человек не остается один на один с ними. Он не остается в тупике. Ну что делать, если это так? Понимаете, если мы будем говорить, что это не так, мы соврем себе и Богу. Подождите, а если у кого-то немножко другая точка зрения, это не значит, что мы лучше. Это не значит, что мы выше. Но просто так получилось, что мы, как нам кажется, простите, нащупали некий ключ к страданию. Некий ключ видения по-другому. Ведь не только верующие, не надо сводить действительно нас каким-то уникам. Люди мужественные, люди мудрые. Вот у меня есть знакомый приятель альпинист. Человек мудрейший. Человек умеет побеждать страдания. Он умеет из них выходить. Потому что умеет думать, умеет трезво видеть жизнь, умеет переживать, понимать, что беды, которые сваливаются, а у него достаточно этих бед, он остается человеком, и что держит его. Человек щедрый, добрый, милостивый, милосердный, понимаете, и честный. Это не значит, он не является особо практикующим христианином. Он не священник. Он успешный, работающий человек. Пожалуйста, вот, таким образом, что выход из положения есть, но только то, о чем говорит отец Валерий. Это не обязательно в прямом смысле только Бог, только там церковь. Это же может иметь другую идентификацию. Но высший интерес искусства, понимаете, спорт, поиск там действительно высшего внутреннего устремленности. Как пройти страдания от болезни или смерти близкого человека, которого любишь? Вот он был прекрасный, мыслящий, нежный, а вот он во гробе. И как вот это пройти? Пройти это очень тяжело, и в эти дни, минуты надо просто к Богу всем сердцем «Господи, помоги, Господи, укрепи» и молиться о почившем. Невозможно ответить универсально, можно плакать. Я, стоя у любимого родного отца, я понял, что, простите, смерти нет. Я думаю, что если между людьми была настоящая любовь, то эта любовь поможет, как ни странно, пережить смерть близкого. Вам не кажется, что люди, нас, церковь, нас, христиан, часто не слышат, когда мы говорим им, что здесь страдания, в раю все будет хорошо, что как бы у нас не умеем достучаться, нет языка для того, чтобы... Именно так и есть, и именно не умеем, не можем достучаться. Я просто очень люблю преподобного Паисия Святогорца, бывало неверующие люди приходили к нему, и после одной беседы они уже убеждались во всем и видели смысл, в том числе, в страданиях. То есть, может быть, просто не хватает какого-то духовного уровня. Я бы ответил себе так. Значит, я не знаю, как церковь, я, значит, не умею посмотреть на этого человека глазами достоверной любви. А почему, когда случаются теракты или еще какие-то злодеяния, как бы здесь хотя бы причина страда непонятна, человек, его свобода выбора, но вот катаклизмы действительно, затопления, вулканы, цунами, пожары и так далее, ну, природного, скажем так, свойства, почему хотя бы это Бог не останавливает? Ой, потому что мир в состоянии полуразрухи такой, вот как в компьютер, компьютерный вирус вошел, да, и он там все, все программы сбивает. Поэтому мы наблюдаем только остатки райской красоты, но не саму райскую красоту, то есть только ее отблески в нашем мире. Не знаю, не знаю, я в этом, опять, я не отношу это к Богу. Он создал мир, в котором мы, который мы должны благоустраивать, ухаживать, развивать, но... Ну, цунами не в нашей власти остановить. Не в нашей власти остановить. Значит, мы должны, если можем, претерпеть, пережить, а если нет, претерпеть, пережить страдания тех, кто оказался под влиянием этого цунами. Бог может остановить на самом деле, но почему он не останавливает, не знаю. И вы не знаете. Ну, конечно, есть вещи, которые нам кажутся, чисто по-человечески, совершенно такими невозможными. Если бы были святые люди, да, вот как, помните, беседа Авраама с ангелом по поводу Содома и Гаморры, что сказано, что если бы хотя бы десять праведников, то на них огонь сверху не низвергся бы. Может быть, поэтому и цунами, и все вот эти катаклизмы, что не очень высоко мы живем, не хватает нам молитв, а каждый человек, он как такой, знаете, ядерный реактор злые мысли, значит, там всякие греховные пожелания, и, может быть, все это выплескивается наружу, и природа просто страдает из-за нашего злого настроя. Можно только сказать, Серафим, вспоминай несколько лет назад, по-моему, в Индонезии где-то было, как роют этот цунами, и много людей погибло. Вот мне отвратительно видеть наблюдения людей, которые злорадствуют и говорят, а, это им по грехам Господь устроил, понимаете, или другое бедствие, в другом каком-нибудь краю земного шара. Очень часто раздаются такие возгласы, и среди православных, к сожалению, христиан, вот это отвратительно. Понимаете, считать, что вот в том краю они наказаны, вот, к сожалению, через какое-то время оказывается наказаны все в таком области. Я не считаю, что это наказание, вот, это просто реальность нашей жизни. Да, да, я тут просто поясню, что мы не имеем права как бы делить вот мир на какие-то секторы, что вот человек, который там живут, если их постигли бедствие, то значит, вот они конкретно там наказаны. Часто бывает так, что невинные люди страдают из-за вот этих катаклизмов, бедствий, а по большому счету виновны все мы в нашей греховности, в том, что мы отворачиваемся от Бога. Евангелие очень впечатляет нас отзывчивостью Христа на людские просьбы, даже вплоть до воскрешения Лазаря. Могли бы вы привести хотя бы один пример из вашей жизни, когда участие Бога в вашей жизни было столь же впечатляющим? То есть, что там же с Лазарем-то воскрешение? Ну, окей, допустим, даже не воскрешение, но хотя бы что-то по эффектности, что ли, сопоставимое или близко, или хотя бы в ту сторону, чтобы можно было, вот как в Евангелии, ты смотришь, ого, ничего себе, накормил 5000 человек или там, и так далее. Ну, было, конечно, но я не знаю, не очень хочется говорить, потому что чудесные какие-то события, которые как некое наглядное проявление Божьей любви и избавление от беды, такое чудесное, оно явно говорит, что Господь держит тебя как в руках своих. Вот, и... Ну, такое было? Было, да. Но вы этим не можете поделиться? Ну, я не знаю, ну, и так мы много всего тут говорим, просто... Ну, ладно, я расскажу. Это что, я совсем маленький был, помню, и при том, что семья неверующая была у нас полностью, а там в Оренбурге квартира наша такая тесная, хрущевская, вот, и на столе, там стол, значит, а на стене висел календарик отрывной, типа листочка каждый день, и я маленький, мне хотелось каждый день отрывать по листочку, иногда дважды в день залазил, сразу за два дня, вот, и я, как сейчас помню, то есть вначале забираю, я очень маленький, на стул забираешься, потом на стол, подходишь к стене, вот, отрываешь это, и один раз я вот залазил, значит, на этот стул, на стол забираюсь, иду, иду, шагаю, вот, и я посмотрел назад, я до этого не смотрел, и увидев, что высоту, как бы, со стола до пола, да, и у меня прям эта голова, как-то закружилась, я, и в этот момент, то есть, как будто ты вот падаешь, да, ну, я не падал, и такое вот ощущение было, что как будто кто-то взял тебя ласково, несравнимое ощущение, вот, и посадил на пол, но настолько вот тепло, нежно и ласково, что как будто какие-то вот руки тебя взяли, и для меня это осталось загадкой в тот момент, что это все было такое, я не придумал ничего лучше, как полезть опять, чтобы, как бы, повторить, что подошел, ну, мне понравилось, что насколько такое вот ощущение, такое, какое-то проявленное к тебе любви, да, тепла, ласки, и тоже, значит, на стул опять, на стол посмотрел назад, голова уже не загружилась, я скорее обратно слез, чтобы сесть на пол и вспомнить то ощущение, которое было, но оно не повторялось, просто вот в памяти это осталось, а потом то, что я пережил тогда, оно сходно было с тем, что в крещении, вот, но я не знаю, надо ли вот про все это говорить, потому что это все очень индивидуально, лично, и потом я по жизни вспоминал, почему же Господь уже, или там ангел-хранитель, он не подхватывает вот в этих ситуациях, в этих, то есть в основном уже набиваешь шишки, допускаешь какие-то оплошности, ошибки, в грехи впадаешь, скорби, болезни, и, ну, видимо, вот есть какой-то промысел Божий. Спасибо, что поделились с Валерией. Я могу сказать, что по молитве отца Александра однажды был исцелен мой сын, чудо, что в меня из 36 пуль не попала ни одна, и еще чудо, что в поисках смысла и в поисках Бога мне Господь послал трех великих людей, своих свидетелей, отца Александра, митрополита Антония и Анна Крестьянкина. Это, ну, это несколько, действительно, это чудо в ответ на то, что я его искал и просил того, чтобы были максимально достоверные отношения у меня с ним. Он послал мне этих людей. Как быть, когда молятся всей церковью за исцеление ребенка, например, а это все равно не происходит, и он умирает? А вот такие случаи реальные. Да. Ну, Может ли быть здесь хоть какое-то утешение? Все надеялись, все уповали, Господи, не подведи. Я вот просто знаю случай, когда все молились и исцелялся, да, и, соответственно, если все молились и не исцелялся, значит, вот именно явно Господь себя вот так вот проявил, чтобы вот что-то так вот лучше для ребенка. Но понимаю, что объяснить это как-то, аргументировать это все нереально. У меня только один ответ. Сохранять сохраненное доверие к Иисусу. И вопрос, да, я считаю, что можно ему задать вопрос, почему Господь это ты не ответил. Но для меня лично опять сохраняется установка, я от него ничего не требую, я от него ничего не жду. В одном фильме недавно услышал фразу, наслаждение – это шепот Бога, а боль – его мегафон. Вы согласны? Ну, смотря какое наслаждение, потому что это у нас уже часто вот синоним таких искусительных наслаждений. Может быть, утешение, утешение шепот Бога, когда подается действительно какое-то ощущение вот, ну, Божьей ласки, заботы. Но до нас бывает не достучаться, и тогда Господь через страдания, как через микрофон, или там через что, рупор пытается докричаться до нас. Согласен? Я согласен, но иногда и гром не слышен. Но мне больше симпатично прислушиваться к шепоту. И все основания для этого есть. Это, между прочим, условие очень эффективное и успешное встретить его Бога. Прислушиваться к шепоту, который… Это значит быть внимательным, это значит быть чутким, опять возвращаемся к любви. Уметь, ну, если есть дар любви, то человек уможет прислушиваться к шепоту, который Господь говорит. Вы сказали о духовных учителях, отцах, с которыми вы столкнулись, отец Александр Мения, отец Анкрестьянкин и митрополит Антоний Сурожский. Было ли у них какое-то отношение к страданию определенное? Я думаю, что они не искали страдания, они его не считали, что оно является явным добром, но они отношение к тому, что это мужественно проходить это испытание, любое испытание, которое послано в поисках, сохранение связи с Богом. У митрополита, но я не буду перечислять, вот такое отношение я видел. Отец Анкрестьянкин сидел в тюрьме и он много лет находился в монастыре, что является тоже непростым испытанием. Отец Александр служил миру такому неверующему, языческому испытанию, было больше, чем достаточно, и все они сохранили любовь к Иисусу. Боитесь ли вы смерти, готовы к ней, с полным ли доверием к Богу в этом вопросе? Все-таки страх смерти есть, есть. И сейчас, пожалуй, да, хотелось бы, хотелось бы подольше послужить, подольше послужить и принести какую-то пользу людям, но там уж как Господь подаст. С доверием? Да, доверяю Богу. Конечно, страх смерти есть, больше всего за близких, честно говоря. А готов или не готов? Да. Нет, вы знаете, честно говоря, не готов, потому что обязательно нужно решить вопросы покаянного плана. Я бы попросил его не торопиться, потому что надо обязательно такое совершить, исповедь, покаяние, когда душа действительно освободится от того груза, который где-то застрял на каком-то уровне. У святителя Луки воина Есенецкого есть книга, которая называется «Я полюбил страдания». То есть страдания нужно полюбить? Очень люблю святителя Луку и книгу эту читал. И страдания. и страдания, мне понятно, о которых писал святитель Лука. Он проходил этот путь, то есть понимаете, он же специально тоже не искал их, чтобы себе там все вот эти испытания, но он чувствовал, что Господь его ведет, а раз Господь, то любим то, что Господь посылает. Вам удалось это? Ну вот за то, что я прошел, я очень благодарен Богу и повторю, что мне не хотелось бы другого пути. Это конечно сильно. Полюбить воды, я бы сказал так, страдания. Один из тяжелых результатов тушевных или физических страданий самоубийства. Это правда, что церковь не отпевает самоубийц? Почему? Ну это все понятно, но бывает, что если человек психически надломился и соответственно он совершает такое действие, в состоянии этого психического надлома, не очень контролируя свои поступки, надо конечно же проявление милосердия, потому что за душу человеческую мы должны бороться до конца. Это мое мнение. Я согласен. Например, отец Александр по благословению митрополита отпевал самоубийц, и я считаю, конечно, нужно чуть-чуть как разобравшись в причинах, ведь чаще всего самоубийцы значит они лишены внимания, любви, заботы, понимания, они встретились со злом мира и не выдержали его. Поэтому я считаю, здесь обязательно должно быть снисхождение и понимание, а не такое отфутболивание, которое часто бывает. Блиц. Главное свидетельство бытия Божия в этом мире. Ну, лично для меня само проявление Божие в моей жизни. Любовь. Ваш главный недостаток? Нетерпеливость. Наверное, лень. Ваше главное достоинство? Нет таких. Надежда на Бога. Значимый недостаток современной церкви? Ох, иногда формализм скатываемся. Недостаток любви? Значимое достоинство современной церкви? То, что все же таки существуем, само бытие сохранились, не исчезли. достоинство церкви? Современной. То, что она верна Христу? Христос? А, она верна... То, что она верна в своих лучших представителях святых Христу? Что вам сложнее всего принять в христианстве? Честно говоря, так я не испытываю, каких-то противоречий. В самом христианстве? Да. Нет, в христианах много чего. Главное, вы верите в вечность адских мук? Да, но иногда кажется, что милость Божия превысит. Я скажем так, я боюсь вечных мук. Главный урок ваших духовных отцов? милосердие, любовь к людям. Тезис, урок встречи с живым Христом. Ваш любимый современный проповедник, который живет сейчас? Нравится отец Андрей Ткачев. Который живет сейчас? Да. Трудно сказать. Вот любимый. Ну, или один из любимых, который нравится слушать. Ну, трудно сказать. Я бы сказал так, можно? Абстрактно я скажу, без имени. Ну, желательно с именем. Но имени я не помню. Я бы я благодарен тому проповеднику, который скромен, прост, вот, и в котором живет понимание того, что в нем живет живой Христос. Мне трудно найти такого человека. Ну, хорошо, я могу сказать так. Я ценю и уважаю Алексея Уминского. Самый яркий опыт участия Бога в вашей жизни? Вот я говорил уже про них, в принципе, но еще были опыт, когда соборно молились, да, и Господь явно исцелял. Ну, не по моим молитвам, по соборным молитвам. Самый яркий опыт участия Бога в вашей жизни? Какой-то яркий случай, когда вот Бог принял участие, явное? Момент, когда я стоял у умершего своего родного отца. Как перестать бояться смерти? Довериться Богу, Бог и есть сама жизнь. Как перестать бояться смерти? устремиться только без оглядки во всей цельности к Иисусу. Спасутся только православные? Не знаю. Думаю, что нет, не только православные. Последнее у меня просьба. У вас есть камеры. Могли бы обратиться к тем, кто нас сейчас смотрит, кто находится в тревожном, может быть, болезненном состоянии, и что-то им сказать. Где Бог, например? Как его найти во всем этом страдании, которое люди, что сейчас смотрят, разной степени страдания переносят? Братья и сестры, вы, пожалуйста, не бойтесь, потому что Господь всегда находится рядом. И Господь есть любовь. Нам, может быть, кажется, что тяжело через что мы проходим, но со временем открывается смысл пройденного пути. Доверимся Господу и будем Ему молиться. Владимир, камера Кратарь. Друзья, если действительно вы хотите получить ответ, каким образом страдания и связанные с Богом пославили Он их вам, я бы предложил, если действительно искренне такое желание, а не упрек ему, не обвинение, вот первое, тогда откажитесь от обвинения, откажитесь с той позиции, которая как бы вам уже сложилась, что Бог вам послал испытание, что Бог виноват в этом страдании. Вот рискните, предлагаю риск, отказаться от того, в чем вы уже убеждены, потому что доказательством того, что это убеждение не совсем точное, является страх, уныние, претензия, а может быть отчаяние. Отказавшись от этого, возопите к нему, если действительно хотите получить ответ от него. И честный, главное, честный, так и скажите, невидимый Бог, я сижусь на тебя, вот, я обвиняю тебя в том-то и том-то, но я хочу честно разобраться, от тебя ли это, и почему ты бездействуешь. Поговорите с ним по душам, поговорите с ним искренне и честно, но только откажитесь от обвинений, которые не имеют основания. Почему не имеют основания? Потому что у вас нет отношений с ним, чтобы убеждать, просто сложилось некоторое впечатление от той жизни, в которой не было Бога. А если просто вам тяжело, и вы не хотите искать ответа или участия в этом Бога, но тогда попросите себя самого, свое сердце, свой разум, скажите ему, сердце и разум, я хочу адекватно относиться к жизни, к миру и к реальности того, что есть в мире. И может быть сердце и разум, поскольку они все равно привязаны к Богу, простите, к Творцу, то сердце и разум и совесть, и ваше творческое настроение и ваш дух вот к себе таким образом скомпонуйте дух, сердце, творчество, совесть, честность, и они вам ответят, что мир неизбежно наполнен не только добром, но и злом. И мы вынуждены мужественно встречать зло. А когда оно соприкасается зло, оно сильнее часто бывает нашего разума и нашего тела. Когда оно соприкасается, как сказал в начале, отец Валерий, наша реакция дает то переживание и то состояние, которое мы называем страданием. И может быть, при этом честном, правдивом взгляде и разговоре с сердцем и разумом вам придет облегчение через мужество и через трезвость. спасибо большое за этот разговор. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok